Всем привет! Луковая шелуха, наверное, самый доступный ингредиент в наших домах. Лук полезен сам по себе, как овощ. Его шелуха использовались активно нашими предками, как натуральный пищевой краситель для очищения посуды. Также существует множество народных рецептов от множеств болезней. И даже написана целая книга «Луковая шелуха от стой болезней». Поэтому не стоит выкидывать столь ценный продукт. Рассмотрим основные недуги, справиться с которыми поможет шелуха. И, конечно, расскажем о самых проверенных временем рецептах. Поэтому смотрите видео до конца и не забудьте нажать на колокольчик. Немного из истории о луке и луковой шелухе. Лук – растение родом из Средней Азии и Афганистана, относящееся к семейству лилейных. Об уникальных свойствах лука было известно уже в глубокой древности. Древние шумеры активно выращивали лук вместе с другими ценными корнеплодами и использовали его в качестве основного продукта питания. В Древнем Египте лук и луковые шелуху использовали для ритуальных целей. Растения помещали в гроб вместе с умершим, так как оно должно было пригодиться в потустороннем мире. Интересно, что во время строительства знаменитых пирамид рабам для восстановления сил выдавалось определенное количество корзин с луком. В Древнем Риме лук должен был входить в обязательный рацион война, так как считалось, что он придает мужество. Гиппократ назначал сок лука с медом как мочегонное и противовоспалительное средство. В Средние века неочищенный лук использовали как талисман от сглаза, порчи и колдовства, а также от стрел и меча. Вместе с первыми экспедициями Колумба корнеплод попал в Америку. Колонисты стали выращивать его на острове Изабелла и быстро оценили свойства лука, распространив по всей Северной и Южной Америке. Считается, что в нашу страну лук был завезен в XII веке, и на Руси его ели в больших количествах, так как он был признан лучшим средством от тифа и чумы. А луковую шелуху нередко использовали для окрашивания яиц и тканей. В настоящее время общее признание среди сторонников народной медицины заслужил не только репчатый лук, но и луковая шелуха. Она стала считаться одной из самых распространенных средств лечения различных недугов. И надо сказать, что более верного профилактического средства пока найти не удалось. Лечение простатиты луковой шелухой. Лечение простатиты луковой шелухой заключается в приготовлении настоек и отваров. Средства на ее основе помогают выводить из организма токсины, оказывают мочегонные, бактериостатическое и бактерицидное действия. Благодаря этим свойствам луковая шелуха и лук применяются как эффективное дополнение к медикаментозному лечению. Шелуха лука содержит больше полезных нутриентов, чем сама головка. Для больных простатитом мужчин основную ценность представляют следующие из них. Витамин Е – один из самых важных элементов, необходимых для нормального функционирования мужской репродуктивной системы. Лучше всего усваивается из естественных источников. Этот нутриент активизирует синтез антител, способствует восстановлению клеток, усиливая действие витамина А. Витамин С – эффективный антиоксидант, стимулирующий работу иммунной системы путем усиления темпов выработки интерферонов. Поддерживает здоровье сосудов, нормализует соотношение калия и натрия, важно при гипертонии восстанавливать витамин Е. Витамины группы В стимулируют крово- и лимфоток, в предстательной железе, за счет расширения сосудов улучшают нервную проводимость. Кверцитин – соединение, обладающее мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, улучшает эластичность сосудов, усиливает действие витамина С, снижает скорость образования воспалительных веществ. Кверцитин снимает спазмы за счет снижения тонуса гладкой мускулатуры, расслабляет сосуды и простату. Карутин – предшественник витамина А, который стимулирует клеточный иммунитет, способствует восстановлению слезистых оболочек. Соли, калия, железа и кальция, оказывающие легкий мочегонный эффект, нормализующие водно-солевой баланс. Луковая шелуха содержит большое количество фитонцидов – биоактивных веществ, которые подавляют рост патогенов, либо уничтожают их. Свойства. При простатите луковая шелуха полезна следующими свойствами. Первое – антисептическое и противовоспалительное. Второе – антиатеросклеротическое и гипотензивное. Третье – иммуностимулирующее. Четвертое – регенеративное. Пятое – очистительное. При остром простатите луковая шелуха способствует купированию болевого симптома и снятию отечности. На фоне хронического воспаления предстательной железы препараты на ее основе способствуют облегчению мочи спускания, уменьшению объемов простаты, устранению чувства тяжести и дискомфорта в промежности. Рецепты. На основе луковой шелухи в домашних условиях по рецептам народной медицины можно приготовить настойки, мазь, масло и даже ректальные свечи. Настой из луковой шелухи. Настой при остром простатите. Чайную ложку почек черного тополя, по столовой ложке шелухи и цветков ромашки залить 400 мл кипящей воды. Настоять 4 часа, принимать по половине стакана дважды в день на протяжении трех суток. Настой для снятия дискомфорта при хроническом простатите. 2 столовых ложки шелухи, столовую ложку корней прямо стоячей лобчатки. 2,5 столовых ложки подорожника, чайную ложку полевого хвоща залить двумя литрами кипящей воды. Настаивать час. Готовый настой процедить, остудить, принимать по стакану перед сном на протяжении недели. Отвар луковой шелухи. Луковую шелуху залить горячей водой в пропорции 2 столовые ложки на 400 мл. Подержать на водяной бане 15 минут. Остудить. Процеженный отвар оставить в прохладном темном месте на 8 часов. Отвар луковой шелухи полезен при простатите не только своим бактерицидным действием. Его можно применять для избавления от заборов, которые усугубляют воспаление. Раздутая прямая кишка давит на железу и ухудшает кровоту. Мазь. Для приготовления мази луковую шелуху нужно растереть и смешать с основой вазелином, кремом, жиром, лучше борсучим или медвежьим. Пропорции 1-3. При простатите мазь вводят ректально или накладывают в виде компресса. В последнем случае небольшой кусок марли, сложенный в 3-4 слоя, пропитывают мазью и накладывают на область промежности между мошонкой и анусом. Изолирует полиэтиленом и держит полчаса. Можно просто посидеть. Чай. Чайную ложку измельченной шелухи и столько же любой заварки, черный или зеленый чай. Залить 400 мл кипятка. Петь, как обычный чай. Настоять 10 минут. Противопоказания. Средства на основе луковые шелухи не рекомендуется применять в следующих случаях. Повышенная свертываемость крови. Алкоголизм. Гастрит на фоне повышенной кислотности язвы желудка. Пиелонефрит. Бронхоспазмы. Панкреатит. Ишемическая болезнь сердца. О вреде и пользе луковой шелухи врачи отказываются сдержанно. Многие из них к таким средствам относятся скептически, но и принимать их пациентам не запрещают. При простатите средства на ее основе действительно оказывают выраженные противовоспалительные действия, способствуют поддержанию здоровья мочеполовой системы. С медицинскими препаратами вещество луковой шелухи не конфликтует, поэтому ее можно принимать параллельно с назначенными медикаментами. На этом наш ролик заканчивается. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!